В Твери накануне прошло награждение лауреатов премии «Легенды Верхневозья». В ходе торжественной церемонии, которая состоялась уже в десятый раз, традиционно были отмечены наши земляки, которые внесли значительный вклад в развитие и популяризацию Тверской земли. Ровно 10 лет назад еженедельник аргумента и фактов в Твери учредил эту премию. Она ежегодно вручается именитым жителям нашей области, известным как на всероссийском, так и на региональном уровне. Вот и на этот раз собрались политики и ученые, предприниматели и общественные деятели. Наконец, просто неравнодушные люди. Как, например, Эдуард Косяковский. Воспитавший вместе с супругой 32 ребенка, большинство из которых приемные, он был отмечен в номинации «Россия начинается с семьи». Эдуард Ричард ведь подчеркивает, что им было бы намного труднее, если бы не помощь благотворителей и государства. Нам подарили автобус 27-местный, то есть мы можем передвигаться по территории Российской Федерации беспрепятственно, что мы и делаем, и у Деда Мороза бываем, и у Снегурочки, и абсолютно везде, и Золотое Кольцо проехали не раз. А у Валентина Пожетного свои приемные дети, медвежата и прочие дикие животные, которых он выхаживает в знаменитой на всю страну биостанции «Чистый лес», что в Торопецком районе. Его наградили в номинации «Человек-легенда». Наши сами люди находят в себе определенно совершенно потаенные, может быть, уголки, которые отвечают за то, что мы в ответе за мир, который рядом с нами, мир природы. В номинации «Европейский стандарт» был отмечен Тверской государственный технический университет. Наш вуз за последний год добился заметного подъема в ряде престижных зарубежных рейтингов. Мы укрепили свои позиции в рейтинге «Раунд-юниверситет рэнкинг», мы укрепили свои позиции в рейтинге Европейской торгово-промышленной палаты «АРЭС-2019». И в 2019 году мы вошли в рейтинг «УЭС», заняв очень неплохие позиции по России, ну а также среди европейских стран. В номинации «Легенда Верхней Волжья» награду вручили заслуженному артисту России, актеру театра и кино, уроженцу Вышнего Волочка Александру Семчеву. Звезда таких фильмов и сериалов, как «День выборов», «Свадьба», «Участок» и многих других, он признался, что приглашение на церемонию застало его врасплох. Ну, во-первых, неожиданно абсолютно по поводу легендарности. Ну, я даже, я просто растерян, на самом деле, там, какие могут быть легенды. Раневская похоенно говорила, да, меньше пафоса, господа. Всего в этот вечер награды были вручены в 16 номинациях. Все лауреаты, каждый на своем месте, в своей сфере, трудились и будут продолжать трудиться во славу своей малой родины – Верхней Волжья.